Азербайджан отказался от встречи министров, МИД всетрича министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Стокгольме не состоялась из-за армянской провокации. Как сообщает Аксар, Эйзи, об этом заявила руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдулаева. 2-го, 3-го декабря в Стокгольме состоялось 28-е заседание Совета министров ОБСЕ, в котором принял участие министр иностранных дел Азербайджана. Накануне встречи сопредседатели Минской группы предложили провести следующую встречу министров Азербайджана и Армении в Стокгольме. Известно, что Азербайджан всегда выступал за диалог, и на предыдущих встречах в Нью-Йорке, Минске и Париже глава МИД Азербайджана озвучивал позицию страны по нормализации армяно-азербайджанских отношений в постконфликтный период. Однако за несколько часов до встречи, назначенной на 3 декабря, с армянской стороны произошла провокация. Была распространена информация о незаконном визите армянских депутатов на территорию Азербайджанской республики. Таким образом, азербайджанская сторона не сочла целесообразным проведение встречи министров двух стран в Стокгольме в ответ на эту провокацию со стороны Армении, заявила Элла Абдулаева. По ее словам, несмотря на шаги Азербайджана по нормализации отношений между двумя странами, Армения продолжает свои военно-политические провокации. Позиция Армении подрывает миротворческие усилия в регионе, добавила официальный представитель МИД Азербайджана. Ранее сообщалось, что министры иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзаян планируют встретиться 2 декабря в Стокгольме. Азербайджан в ответ на провокацию Армении не посчитал целесообразным проведение встречи глав МИД двух стран Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзаяна на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме. За несколько часов до переговоров, намеченных на 3 декабря, Ереван совершил провокацию, появилась информация о незаконном посещении армянскими парламентариями территории Азербайджана, говорится в сообщении, распространенном азербайджанским внешнеполитическим ведомством. Несмотря на предпринимаемые Азербайджаном шаги по нормализации отношений между двумя странами, Армения продолжает свои военно-политические провокации. Эта позиция Армении подрывает миротворческие усилия в регионе, сообщили в МИД, по словам главы пресс-службы азербайджанского внешнеполитического ведомства Лейлы Абдулаевой, 2-го, 3-го декабря в Стокгольме состоялось 28-е заседание Совета министров ОБСЕ, в котором принял участие Байрамов. Азербайджан всегда выступает за диалог, и на предыдущих встречах в Нью-Йорке, Минске и Париже глава азербайджанского МИД довел до сведения противоположной стороны позицию Баку по вопросам нормализации армяно-азербайджанских отношений в постконфликтный период, отметили во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана. 11 ноября сообщалось, что Мирзаян и Байрамов провели переговоры при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также личного представителя действующего председателя ОБСЕ Андже Каспшика. В ходе беседы стороны обменялись мнениями о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией с учетом новых реалий в Карабахе. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку к Эльбаджерский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.